добрый день дорогие друзья быть довольным тема этого небольшого видео размышления и поводом к этому видео послужил тот факт что вчера гуляя со своими внуками велосипед моего внука прокинулся и клаксон поломался он был сделан из пасмассы и внук начал плакать расстроенный этим я же стал его утешать и это утешение не было может быть правильным или совершенным но внук продолжительное время был не в нормальном состоянии духовном и разговоры о том что мы приобретем другой звуковой сигнал для велосипеда звоночек может быть он хотел именно клаксон они приносили успеха и я стал рассуждать о том почему от довольства до недовольства такое близкое иногда мгновенное расстояние и довольство это духовное состояние не только человека но и животных и причин для того чтобы потерять довольное состояние и быть недовольным очень и очень много представьте себе человека который утром проснулся и он недоволен своим состоянием здоровья можем и такое представить себе конечно мы представляем человека который недоволен своей работой своими финансовыми скажем так достижениями в кавычках мы представляем людей у которых нету своего жилья которым предстоит приобретение этого жилья и это достаточно трудное дело сегодня для многих и поэтому люди не могут многие быть довольными живя естественно в арендуемых квартирах недовольство бывает во взаимоотношениях между мужем и живной между родителями детьми а между соседями и быть довольным это большое достижение для каждого человека и семьи и представьте себе человека который доволен и этот человек притягивает других людей и жить и общаться с людьми довольными это большая честь это большое достижение и поэтому духовные люди которые бывают довольными они притягивают других людей и через них бог дает утешение и в жизни многих многих людей апостол павел в послании к филиппийцам 4 главе 11 стихом говорит рассуждая на эту тему что он знал нужду изобилия и он научился быть довольным любое время и при любых обстоятельствах и тот же самый апостол павел в послании первом к тимофею в 6 главе в 6 и 8 стихе пишет о том что великое приобретение быть благочестивым и довольным 8 стихе он говорит имея пропитание и одежду будем довольны тем так мало пропитание и одежда и это для духовного человека но когда люди духовно еще не зрелый как большинство из нас то мы испытываем постоянно чувство недовольства и через это недовольство враг входит в нашу жизнь и еще в большей степени и он начинает разрушать уже то что мы имеем то что мы не ценим и в люди потеряв начинает говорить и рассуждать ой как я не ценил а кассу у меня что-то было так часто бывает жизни когда человек недоволен заработная плата в 50 тысяч рублей а есть такие люди конечно же они могут потерять эту работу и оказаться либо безработными либо найти работу за меньшие деньги скажем 30 тысяч и тогда этот человек начинает рассуждать и говорить ой как я был недоволен а касса все было хорошо то же самое во взаимоотношениях до развода люди ссорились в конфликтах были непоколебимыми жесткими а разведясь они начали сожалеть об этом и вспоминая говорить ночью я не уступал ведь было так хорошо и мы были вместе были какие-то хорошие моменты и вся жизнь человека она конечно же борьба между довольством и недовольством и конечно же необходимо учить людей к тому тому чтобы быть довольными и практиковать и тренировать это необходимо в повседневной жизни а может быть даже вести преподавание предмета где-то в детском саду может быть на уровне детей на уровне игрушек игр а затем школах в вузах как быть довольным вот такой предмет ну я вспоминаю в рассуждение на эту тему еще один такой случай однажды я из минска ехал в германии в берлин на автобусе и рядом со мной сидела молодая очень красивая девушка мы говорили общались и она была замужняя ехала к своим друзьям германию и она очень хотела переехать жить в германию и готова была на все ради этого и когда я спросил ее а чем она недовольна жизнью в минске она сказала что у родители позаботились и у них есть квартира своя с мужем и детьми а вот чтобы купить машину подержанную на марку надо 6 6 половиной лет работать и экономить и вот это ее не устраивало вообще многих людей не устраивает когда продолжительное время необходимо приобретать скажем квартиру машину мебель сделать ремонт все хочется сделать очень очень быстро и возвращаясь к этому случаю я вспоминаю что эта девушка была готова даже пойти на эффективный брак ради того чтобы уехать в германию жить и думаю что все наши действия бог видит и прежде чем что-то желать на что-то пойти чем-то пожертвовать необходимо молитвенно просить об этом бога в разумление чтобы бог ответил нам на это нужно ли это важно ли это будет ли это потом полезным для нашей жизни быть довольным что думаете вы об этом просуждать и а я желаю вам божьей милости благодати до свидания